всем привет с вами silent tip и в этом видео по скетчап я расскажу вам как найти брешь в объеме под брешью я подразумеваю отверстие нарушение целостности объема в работе со скетчап порой возникает такая необходимость как найти и залатать брешь в объеме могу выделить два чаще всего встречающихся случая когда это нужно первый случай это инструменты для работы со сплошными вычитание суммирование разности так далее все это богатство не будет работать если в сгруппированном объеме есть хоть одно маленькое отверстие для того чтобы инструменты для работы со сплошными заработали нужно залатать брешь но прежде чем что-то залатывать нужно еще найти брешь второй случай это вычисление объема в кубах порой вам нужно узнать объем в кубах а этот самый объем почему-то не считается и причина как вы уже поняли в том что объем имеет разрыв объем с разрывом не считается покажу наглядно вот у меня два сгруппированных объема если я выделю любой из них то в окошке данные объекта у меня будет отображаться внутренний объем выделенной группы стоит искусственно создать брешь в объеме как кубы перестают считаться они просто больше не отображаются итак залатать брешь в объеме можно обычным инструментом карандаш достаточно провести линии от угла к углу чтобы появились поверхности но что делать если брешь зрительно не видна а программа упорно жалуется на то что брешь все-таки присутствует что делать в такой ситуации для поиска разрывов в объемах существует специальное расширение именуемое solid inspector скачать его вы можете по ссылке в описании под видео но прежде чем его устанавливать вам нужно установить библиотеку тт-либ без которой solid inspector работать не будет ссылка на тт-либ также есть в описании под видео покажу вам вкратце процесс установки этих двух расширений на примере sketchup 2017 нажимаю вверху окно диспетчер расширений у вас откроется диспетчер расширений в нем нажимаем красную кнопку установить расширение заходим в ту папку где у вас находится два ранее упомянутых расширения которые напоминаю вы можете скачать по ссылкам в описании под видео выбираю сначала тт-либ затем solid inspector сразу после установки у вас появится вот такая миниатюрная панель всего с одной кнопкой это и есть solid inspector если панель после установки расширений не появилась перезапустите sketchup ну и собственно покажу вам как пользоваться этой единственной кнопкой сначала вы выделяете ту проблемную группу или компонент в котором есть разрыв и нажимаете кнопку solid inspector у вас должно появиться вот такое окно в котором говорится о найденных разрывах в моем случае разрыв всего один но где же он конкретно находится чтобы отобразить его нужно нажать клавишу tab вот так теперь видно где разрыв расширение solid inspector его даже в круг обвело для большей наглядности если нажать кнопку fix all что как бы значит починить все расширение solid inspector выдаст сообщение о том что я тут пасую где отверстие я тебе показала дальше ты пользователь давай сам ручками золотого отверстия то есть автоматический фикс не работает вот отверстие я залатал карандашом теперь пример номер два более сложный объем яблоко создам искусственную брешь и еще одну теперь расширение solid inspector выделила два разрыва нажав таб я увижу одно из них чтобы увидеть следующее еще раз нажмите таб для большей наглядности вы можете включить рентген так будет видно всю структуру объема насквозь рентген включается через пункт меню вид стиль грани рентген ну и тут тоже кнопка fix all не работает по всей видимости эта функция пока находится в разработке либо я что-то неправильно делаю на этом у меня все надеюсь мне понравилось объяснить вам как найти брешь в объеме всем спасибо за просмотр если ролик был для вас полезен либо бесполезен ставим пальцы вверх или вниз если хотите и дальше смотреть мои ролики то подпишитесь на канал чтобы youtube уведомлял вас о выходе новых моих видео зайдите на главную страницу моего канала и нажмите вот на этот колокол перейти на главную страницу канала можно кликнув по моему нику silent tip design под видео когда именно на моем канале выйдут новые видео ролики вы можете узнать из специально созданного для этого календаря ссылка у вас на экране также она продублирована в описании под видео если есть желание и возможность то можете задонатить мне немного денег реквизиты кошельков есть в описании под видео также милости прошу посетить мои группы вконтакте и в одноклассниках где я выкладываю различные анонсы и голосования ссылки на группы у вас на экране также они продублированы в описании под видео ну и вы можете посмотреть другие мои обучающие видео ролики по программе скетчап которые уже вышли на канале с вами был silent tip всем удачи удачи